Добрый день, страна! С вами Юрий Бажан, и сегодня у меня, можно сказать, великий день. То есть сегодня я презентую вам мой столярный конструктор. То есть это первый мой столярный конструктор, уже на подходе следующий, потом еще будут, видимо, столярные конструкторы. И сегодня я хочу вам подробно рассказать, что же это такое. То есть столярный конструктор – это набор материалов, напиленных в размер, каких-то присаженных между собой, набор крепежных элементов, клей, лак, масло, в общем, все, что нужно. И вот первые мои конструкторы – вот это вот две такие многофункциональные тумбы. А вот в этом ящике лежит то, из чего, собственно говоря, они собираются. Сейчас мы ящик немножко попозже откроем, а пока немножечко поговорим. То есть я планирую, что вот этих наборов будет четыре штуки. Ну, сейчас же пока ничего не понятно, то есть это вообще дело новое, и как там получится, как получится, не получится, вообще неизвестно. Поэтому только пока в планах все. То есть в планах четыре комплектации конструктора. То есть самая недорогая будет стоить девять тысяч, чуть дороже – десять, чуть дороже – одиннадцать, самая дорогая – двадцать тысяч рублей. Чем они друг от друга будут отличаться? Ну, собственно говоря, наборами. То есть первая комплектация, вот она здесь у нас лежит, и сейчас мы на нее с вами вместе все посмотрим. Ну и для кого вообще этот конструктор? То есть люди могут подумать, многие, что это вот, как бы, я вот столер, и у меня там есть инструменты, там, станки, и я сумею все это, там, как бы, сам сделать. Ну, да пожалуйста, на здоровье, кто тебе не дает-то, да? Некоторые могут подумать, что наоборот, что у меня вот ничего нет, и, как бы, я вот ничего сделать этого не смогу. То есть вот это как раз ошибка. То есть этот конструктор я делал для себя самого, то есть для человека, который когда-то очень хотел заниматься столяркой. То есть я хотел заниматься столяркой жутко, у меня тут, я читал все, что можно, я смотрел все, что можно. То есть я переводил через себя вот эту всю информацию, но у меня не было ни места, и был у меня один-единственный ручной фрезер. Вот как сейчас помню, то есть ручной фрезер у меня был один-единственный, я купил себе ручной фрезер, маленький верстак, несколько струбцин, и вот я думал, что, ну, сейчас я что-нибудь этим вот все заделаю. На самом деле, ничего, конечно, таким количеством инструмента сделать невозможно. То есть для того, чтобы изготовить вот такую вот, такую тумбу, вам понадобится весь парк столярного оборудования. Ну, потому что каждую деталь надо острогать, откалибровать, откалибровать по длине, присадить и так далее, и тому подобное. И, конечно, если у вас есть полностью упакованная столярка, в принципе, это будет не так сложно, но тоже это вот не вот работа на один день. Понимаете, вот такие вот вещи, состоящие из множества деталей, они сложные в изготовлении. Даже опытный там столяр, например, не так быстро сможет сделать вот такую вот похожую тумбу, да? Вот. А я вам даю возможность сейчас, как бы, вот эту тумбу изготовить самим, вот этими вот самыми вот ручками. И вот те, кто хочет вот, как бы, вот почувствовать вот это, как оно деревом работает, вот для них как раз этот вот конструктор и создан. То есть для тех, кто хочет попробовать, как работать с деревом. Для тех, кто ходит сейчас там по всяким строительным магазинам, там выбирает сосновые доски, надежда на то, что что-то из них сделает. То есть я вот именно так поступал в свое время. Но вот это путь был не совсем верный, да? И надо было по-другому идти. Но по-другому тогда я просто не мог. И вы тоже не можете, я уверен, по-другому. И поэтому попробуйте, попробуйте. Вот возьмите вот этот вот конструктор, и у вас будет масса дел. То есть нужно будет самостоятельно склеить столешницу. Подровнять ее. Это не так просто, как вот кажется. То есть я говорю, подровнять ее. Подровнять ее, знаете, это тоже надо постараться. Там скруглить углы на ней, например, на столешнице. Присадить друг к другу ножки и царги, если вы там берете первую комплектацию. Там зафанировать днище, если это будет комплектация номер два, да? Там сделать скос на ножках, там на третьей комплектации, ну или там на любой комплектации, да? Или там выточить, например, точеные ноги. То есть если у вас есть только там токарный станок по дереву. Это все очень интересно. Потом все это как бы вы узнаете, как это все собирается, как это все там складывается между собой. На что обратить внимание? Я сейчас вот инструкцию пишу. Инструкция получилась как маленькая книга. То есть вот честное слово. То есть маленькая книга, вот эта инструкция к этим табуретам. И видео инструкции есть, и такая инструкция, и целая куча всего. И вот сегодня я как бы вот это вот видео снимаю для того, чтобы как бы вот это все в кучу собрать. То есть еще разок. Если вы считаете себя крутым стойлером, ну вы даже не смотрите на эти вещи. Зачем вам это нужно? То есть это не для вас. То есть эти конструкторы созданы для людей, которые только-только вот хотят вот это все попробовать. Как это все? Или пробуют, например. Ну, например, работают сосной. То есть там попробовали на сосне, там что-то сделал, там, например, там рамку какую-то. Ну, молодец. Да? Но ведь понимаете, ценные породы дерева и сосна, это вообще несоизмеримые даже друг с другом вещи. Это вообще разное. Даже близко не стоящие друг рядом с другом. То есть, а здесь у нас дуб, здесь у нас граб, здесь у нас бук там на ящике, да? То есть вот эта вот буквая часть. Вот. Как это все собирается? Где там пазы там? Как чего? Там как можно ручку вытащить? То есть у нас же в нескольких комплектациях идут еще и ручки, то есть на которые можно точить. Значит, все комплектации расписаны на странице проекта в сети. Ссылка под видео. Там же ссылка на инструкцию по сборке. И, в общем-то, вся информация собрана там. А видео я снимаю просто как бы такое вот обзорное. Ну и что, давайте заглянем в коробку, братцы. Значит, единственное, чего здесь нет сегодня, это чертежа ножек. То есть здесь будет чертеж ножек и QR-код будет на коробке, который будет приводить на страницу проекта в сети. Ну, то есть вы купили, вы QR-код отсканировали, попали на страницу, там же есть ссылка на инструкцию по сборке. То есть вы читаете инструкцию, смотрите видео, и, в общем-то, все у вас хорошо. Итак, это самая первая комплектация. Здесь у нас крепеж. То есть у нас идут с вами здесь несколько доминошек, шканты и саморезы под косой шуруп. Ну, для косу, для соединения на косой шуруп. Дальше. Идет ЛКМ. То есть, вот смотрите, у нас два типа материалов покрывающих. То есть масло. Это масло для дерева от Мартьянова. Оно идет на дубовые и на буковые детали. лак, водник для граба. То есть граб подводником будет абсолютно белый, а дуб, он пожелтеет. И вот за счет этого получится у нас цветовая схема, которую я, собственно говоря, в этих табуретах и применяю. Дальше. Идут детали ящика. Обратите внимание, они присажены. То есть их надо только собрать, прорезать в ящике паз под донса и красота будет. Я, кстати, сегодня замучился все это укладывать. Дальше идут детали столешницы. То есть вот 4 ламеля. Для склейки столешницы. То есть вам предстоит ее вот так вот склеить. Направляющая. Значит, поперечная ящика. Три царги. Боковая. Одна задняя. Вот она. И две боковых. Здесь еще пока под косой шуруп не просверлено отверстие, потому что я не знаю, как вообще у нас будет все это продаваться. Может быть, мне наоборот придется присадить ее там к ногам. То есть как получится. То есть это зависит от того, какую комплектацию выберет покупатель этого конкретного конструктора. Ну и четыре ноги. То есть грабовые ноги. Вот. Две из них присажены. То есть к ним вот таким образом примыкает поперечина. Вот. Теперь попробую все сложить обратно и немножко поговорить пока. Вот. С целой кучей проблем я столкнулся, как только я попытался как бы реализовать вот эту вот конструкцию. То есть, братцы, это вообще совершенно непросто оказалось. Я думал, что все тут будет просто и легко, но нет. Просто и легко не оказалось. Оказалось тяжело. И, в принципе, ладно. Сделал и сделал. То есть, как бы пойдет он в продажу, не пойдет. Будет продаваться, отлично. Не будет продаваться, как бы я не заплачу. Но дело не в этом. Дело в том, что, как бы мне понравилась сама идея. То есть, вот, идея набора для создания чего-либо в дальнейшем. И сейчас уже я как бы готовлю в конструктор своих новогодних шаров. Но я их обещал, в принципе, конструктор вот этого новогоднего шара, что вот именно он, как бы, будет у меня там таким самым-самым, боевым. И так, глядишь, где-то конструктор шара, где-то конструктор табурета, где-то еще какой-то конструктор. Вот. Обратите внимание, то есть, они, как у меня, четко все сложено в коробке. Я тоже непросто был добиться. То есть, здесь вот будут еще распорки пенопластовые, которые не дадут вот этому всему качаться, чтобы не пролились, ну, не раздавил он пластикой вот эти банки. Ну, вот как-то так, братцы. То есть, вот, в принципе, эта комплектация отличается от следующей только тем, что у следующей вот будут уже присажены царги к ногам. И здесь же пойдет еще набор для фанировки донса. Донс-то я доставал. Ну, в общем, здесь еще донсы есть. Вот. Следующая комплектация, то есть третья, это пойдет уже со скосом на ногах. А четвертая с ногами полностью выточенными, причем выточенными вручную. Так что вот, братцы, вот примерно такая вот штука вас ожидает, если вы приобретете мой конструктор. Ну что, страна? Вот, собственно говоря, и все, что я вам хотел сказать про конструкторы, про свои. То есть, есть конструктор со скошенными ногами, есть конструктор с точенными ногами. Все они получаются вот из такого ящика. Хотите, милости просим, заказывайте, покупайте. Единственный момент, что сейчас может получиться так, что какой-то комплектации на складе вот в данный момент нет. Ну, потому что склад – это такое весьма условное понятие, да? И, возможно, вам придется подождать немножко. Но, на самом деле, как бы все это достаточно быстро. Так что, страна, до свидания. Читайте мои книги, приезжайте ко мне учиться, ну и покупайте мои деревянные конструкторы, если кому-то интересно. Продолжение следует...